Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Сразу после нашего выступления вы услышите следующий текст. В феврале 2014 года на Украине произошла революция достоинства. Напомню, синоним слова революция это переворот. Значит, Киеве все-таки признают, что в Украине произошел переворот и захват власти. Россия не смирилась с этим и развязала против Украины войну. Ее войска на Донбассе. Она оккупировала Крым. Россия фактически ведет Третью мировую войну гибридными методами. Это битва цивилизаций. Мир рабства бросил вызов миру свободы. Украина на переднем краю этой борьбы. Московского варварства с цивилизованным миром. Я мог бы продолжить перечень этих убогих тезисов, но оставлю возможность господину Климкину развить и дополнить их. Проблема в том, что мы имеем дело с продавцами воздуха. Но надо отдать им должное. Киевская пропаганда преуспела в создании образа несчастной, свободолюбивой и миролюбивой Украины, отчаянно сопротивляющейся коварному и ненавидящему ее и ненавистному ей Мордору. Так называемая резолюция достоинства, а точнее переворот, был совершен ради свержения ненавистного коррупционного режима Януковича. Ну и где мы сейчас? Стало украинцам лучше сегодня? Об ужасающем уровне коррупции на Украине прекрасно знают западные покровители Киева. О плачевном состоянии экономики тоже. Но есть панацея. Все беды Украины можно списать на Россию. Так и происходит, и, как правило, в карикатурных формах. Вы, дорогие друзья, находитесь в глубокой информационной самоизоляции от происходящего на Украине. Вы питаетесь штампами и клише западных СМИ и тезисами ваших украинских подопечных. Многие ли из вас занимались глубоким анализом социально-политической обстановки и морально-психологического климата в этой стране? Знаете ли вы, какие ведра помоев и ненависть изливает киевская власть на Россию? Какую ложь они позволяют себе говорить и какой злобой они пышут? Впрочем, не только они. Известно ли вам, какой бред и небылицы несут некоторые украинские СМИ? Про ситуацию в Крыму, строительство Крымского моста, положение на Донбассе, мотивы и замысла России. Вам это неизвестно. Зато хорошо известно нам. Те СМИ, которые позволяют себе собственное мнение и нежелательное мировоззрение, даже не пророссийские и не враждебные, а просто оппозиционные, на Украине зачищают и закрывают. Под каким предлогом? Правильно. Потому что они агенты Кремля. Независимых и оппозиционных журналистов убивают. Преступления не расследуются. Другие журналисты убегают из страны от преследований. А если их нет, а если нет, их арестовывают. Как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу РИА Новости Украины. Какое ему было предъявлено обвинение? Госизмена. Государственная измена. Шизофрения распространяется и на идеологию. Киевская власть создает пантеон новых героев Украины, борцов за ее независимость. За неимением других на пьедестал зашли руководители организации украинских националистов. Организации, сотрудничавшие с нацистами. Ее лидеры Бандера и Шухевич. И не важно, что для половины населения Украины это не герои, а преступники и коллаборационисты. Главное, чтобы герои были антироссийскими. Вот наши польские председатели прекрасно знают, кто такие Бандера и Шухевич. У поляков с этими деятелями свои счеты. Знают они, что это за организация ОУН. Которая во время войны уничтожала евреев, поляков и русских. Только сегодня об этом они ничего не сказали. Это для внутреннего польского потребления. Здесь такое говорит не комильфо. На Украине творится беззаконие, которое не потерпели бы ни в одном правовом государстве. Но там можно. И можно закрывать на это глаза. Власть в Киеве ведет наступление на основные права и свободы человека. Подавляет и накомыслие. Действует методами полицейского государства. Потакает росту экстремистских и неонацистских настроений. Ведет дело к насильственной укранизации страны. В сентябре 2017 года вступил в силу закон об образовании, нацеленный на полное искоренение всей системы образования на русском языке в разрез с обязательствами Украины по Минским соглашениям. Отменен закон, дававший право использовать русский язык на региональном уровне. Проигнорированы рекомендации Венецианской комиссии о внесении корректив для обеспечения прав нацменьшинства. Принимаемые Киевом меры – это языковая зачистка. При том, что русский на Украине с большой натяжкой можно назвать языком меньшинства. Вы либо просто не знаете, с кем имеете дело, либо сознательно закрываете на это глаза. Потому что, к сожалению, некоторым из вас урегулирование конфликта на Украине вовсе не нужно. А нужен лишь очаг нестабильности у границы России и злорадное удовлетворение от напряженности в отношениях между двумя братскими странами и народами. Тенция в отношениях между двумя братскими странами и родами.